Привет, друзья, ученики и просто случайный зритель. Не пропустите, скоро на канале выйдет видео о гипертрофии мышечного волокна за счет гиперплазии миофибрил. Для гликолитических и для окислительных мышечных волокон. Не пугайтесь, друзья, мышечное волокно состоит из миофибрил. Чтобы увеличить мышечное волокно в массе, мы должны увеличить количество миофибрил в данном конкретном мышечном волокне. В этом нет ничего сложного, если мы соблюдаем все четыре фактора, о которых не раз уже говорилось на стримах у меня на канале и у многих других тренеров и профессоров. Не пропустите данный видеоролик, он будет интересен. Он будет интересен тем, что я конкретно на прокачке бицепсов и трицепсов расскажу и наглядно покажу, как тренировать гликолитические и окислительные мышечные волокна. В чем разница и в чем сходство данного тренинга. На самом деле, чередуя две таких тренировки от недели к неделю на одну и ту же мышечную группу, вы сможете прогрессировать как натуральный атлет в очень долгое время. И это, на мой взгляд, субъективный взгляд, один из лучших вариантов периодизации, которую вы можете использовать. Не забывайте, что периодизация крайне важна. Важна она для того, чтобы прогрессировать, для того, чтобы не утомлять, не убивать свой организм. В первую очередь, конечно же, эндокринную систему. Но не будем забывать и о центральной нервной системе, которая от нонотонной работы также страдает. Не забывайте, друзья, перед тем, как переходить на периодизацию по данному типу тренинга или по какому-либо другому, вам необходимо достигнуть определенных силовых показателей. Как это сделать, вы можете найти у меня на сайте, либо купить мои книги «Отдельно для мужчин, отдельно для женщин». И будет вам счастье. Это единственные книги, которые целиком и полностью пошагово показывают, как тренироваться на начальном и среднем уровне. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги о женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал, просто хотя бы даже для ознакомления. Не забывайте, друзья, делиться в соцсетях моими статьями и видеороликами. Это лучшая благодарность от вас каналу.